День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хэг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы продолжим играть в игрушку StarDrive. Давайте я приподниму немножко музыку, чтобы она играла. И, как видите, у меня есть курсор. Да, я поменял записывающую программу. Это XSplit, это, по идее, программа для стрима, но я ее редко пользуюсь, потому что она еще очень-очень сырая, и у нее куча багов. Но давайте посмотрим, а то есть курсор есть, соотношение голоса и звука вы мне говорите в комментариях, я это буду исправлять. Что важно, я исправил то, что эффекты у нас теперь не такие громкие, у нас теперь музыка громче, эффекты тише, потому что вот только совсем недавно вышел патч, который изменил некоторые вещи в UI, который добавил настройки именно звука. Это очень приятно. И, знаете, без этого было прилично, но с этим еще приятнее. Итак, что мы сейчас сделаем? Я первое вам отвечу на пару вопросов, которые вы мне задавали в комментариях. Первое. Если вы пришли к этой игре через вот это прохождение, у меня на канале есть двухчасовой туториал. Я там вдаюсь в детали, сижу. Конечно же, я здесь буду тоже, тоже это объяснять. Но если вам хочется самим играть, то идите туда, посмотрите. Я там, по идее, обсудил все, по крайней мере, все, что я знаю. Может быть, некоторые маленькие детали, маленькие тонкости или ситуации я не проигрывал там, но это вы уже смотрите здесь. Так, давайте немножко приподнимем налоги, чтобы они у нас так накопили денег. И что мы еще сделаем? Мы, вот, мне посоветовали, и это очень хороший совет, изменить свой флот. Флот, ему нужно дать другие движки, более мощные. И давайте загрузим. Сейчас вы увидите, как видите, я тренировался, чтобы показать вам. Притом я пришлось потренироваться, потому что сейчас изменилась UI, и я некоторые кнопки не сразу нашел. Поэтому давайте просто сделаем то, как это мы начинаем, а то есть то, как это у вас будет. Вы забираете загрузить, загружаете лоудаут стандартного транспорта. Теперь у этого стандартного транспорта скорость FTL 8,4 тысячи. Мы берем движки и выбираем маленькую ворповый движок. Это у нас раз, два, три, четыре, и у нас вместо восьми 53 тысячи. Притом затрат практически нету, если вы строите новый корабль. Если вы хотите переэкипировать старый корабль, то это вам обойдется в 10 работы. А то есть совсем немного, когда скорость увеличивается очень-очень сильно. Поэтому большое спасибо за комментарий, за совет. Теперь мы должны сохранить под другим именем, а то мы этого не найдем. Мы сохраняем, например, Small Transport 1. Хорошо, теперь мы выходим и идем сюда, в наш флот. Здесь, на этом экране мы можем увидеть весь наш флот. Мы можем спрятать платформы, потому что с ними, может быть, пока что ничего невозможно делать. Но пока что с ними ничего невозможно делать. И выбираем маленький транспорт. Потом мы нажимаем на вот эти вот молотки и выбираем то, во что его превратите. То есть можно превратить его сразу же в колонистский корабль, что я вам не советую делать. Нам нужны транспортные корабли. Просто переделать его в быстрый. И мы можем выбрать, переделать только этот или переделать всех существующих. Я скажу переделать все существующие. Выйду. И если я не ошибаюсь, у меня еще на планете куча заказанных кораблей этого типа. Давайте я их отменю. Потом построю нового типа кораблей, потому что мы уже здесь в постройке. Имеем возможность строить, видите, Small Transport 1. Все, я могу строить этого типа. По-моему, я скауты улучшил и файтеры. Да, я их всех поулучшал. И их, по-моему, стоит отправить в рефит. Давайте сейчас этим займемся. Так, колонистский корабль. Пускай пока что летит, мы его трогать не будем. Но невооруженный скаут. Давайте их всех. Так, невооруженный скаут один. Рефит all. И просто скаут. Вулканский скаут. Так, это вооруженные скауты. Вулканский скаут один. Рефит all. Хорошо. Они теперь, по идее, должны так резко развернуться в сторону планеты. И все полететь... Да, вот они все летят пучком. Переделываться. Хорошо. Когда они переделываются, я тогда их разошлю обратно работать. Здесь эти товарищи пускай выстраивают. Так, корабль, ты промахнулся. Ты слегка промахнулся. Вернись. Вернись на родину. Вот здесь твоя родина. Атака у того корабля, как дела? Он еще не долетел даже до того места, чтобы промахнуться вообще. Итак, пока мы здесь все делаем, давайте пошлем наших маринов вот сюда, на эту планету. Чтобы они захватили артефакт или что там такое прячется. Так, давайте посмотрим на планете, что там прячется у нас. Да, какой-то артефакт будет. Что еще сказать вам? Ах да, вы задавали вопросы. То есть вы занимаете планету, а на ней ничего невозможно построить. У нас, например, в Солнечной системе очень-очень часто и быстро... И да, извините, если это Солнечная система, а все другое это Звездная система. Если я это буду путать, то спросите меня, пожалуйста. У меня мозг отключается, когда я комментирую. Это немножко тяжело концентрироваться на правильную номенклатуру. Но, ну-ну, у нас здесь есть, например, Меркурий, Венера, Марс. Планеты, которые можно колонизировать, но у них классификация Бэрон. Бэрон это бесплодное. На ней ничего не растет, на ней ничего невозможно строить. Для того, чтобы развить планету, вам нужно идти вот по этому дереву, в которое добавили. Ух ты, издобавили мне технологии. Ууууу, я даже это не заметил. Вот это какой-то новый вертикальный фарминг. Интересно. Хитрые, хитрые. Я аж не заметил. Так, так. По-моему, здесь намного больше. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Так, у нас вообще что-то в очереди. Ага, хорошо. Пускай. Тогда давайте после этого гидропонику добавим. Добавим после этого энергию в энергию лучше батарейки. Щиты, да, они уже развиваются. Так, сюда меркантилизм добавим. Потом общую скорость увеличим на 20%. А после этого уже возьмемся за корабли и полностью экипировку. То есть там уже без вопросов. Что мне сейчас интересно узнать, это как у нас у Асселе. Как у них, товарищи, как у вас дела? Жратвы нету, рабочей работы нету. Требует импорта. Это скорее всего потому, что я корабли торговые отключил. Они теперь, да, они теперь хоровод вводят вокруг моей планеты. Давайте сейчас пошлем. Так, колонисты. 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 Ммм. Так, у нас сколько здесь кораблей? Два корабля. Так, я могу отдельно. Товары. Товары. Хорошо. Вроде бы, вроде бы это все. Все корабли. Так, и тогда нужно построить лишнее, которое у нас... Так, которое нам требуется. Это... А, это скауты их переделывают просто пока что. Давайте тогда корабли. Фрейтеры. Маленький транспорт. Один. Так, окей. Давайте добавим. Еще, так как у нас будет много планет, нам нужны... Нужно большое количество транспортов. Они когда будут кружить, я тогда разберусь, кто из них еще безрабочий, кто из них еще должен куда-то передвигаться. Итак, хорошо. Что у нас следующее? Следующее, следующее, следующее. По идее, по идее, я мог бы, например, колонизировать одну из этих планет, чтобы вам просто показать, как пример, как это выглядит. Давайте посмотрим. Бедная. Ультрабедная. Ультрабедная. Ха. Я даже не знаю. Так, давайте тогда построим мостик. Я понимаю, что многие вещи можно автоматизировать, но я предпочитаю, если я могу это сделать, мне хочется делать, мне хочется играть в игру, а не в автоматическую настройку, так, каких-то процессов. Мне так больше нравится. Так, давайте это... Так, выключим. Оно у нас, да, должно построиться. Вот наши марины полетели. Полетели туда. Так, а у нас где-нибудь еще есть аномалии? Нет, нет, только здесь. Но если я не ошибаюсь и помню правильно, то здесь у нас были ремнанты. То есть я помню, здесь были восклицательные знаки. Может быть, когда я загрузил, не загрузил, у нас это пропало. Ремнанты это остатки какой-то старой цивилизации, а то есть это обычно боевые корабли, которые не дружелюбные. Совсем. И так, хорошо, мы колонизировали бедный Укхас, у которого сейчас ничего нету. Так, но самое важное что? Конечно же, налоговый. Налоговую построить, налоговую. Это первое, что мы будем строить на каждой из наших планет, потому что деньги нам нужны. Просто чтобы у нас была стабильная экономика. Еда и всякое такое, это мило, конечно же, это мило. Но давайте, давайте сконцентрируемся на налоге пока что. Потому что я играл в прошлый раз мирно, я играл в прошлый раз в экономику, и на меня напали сразу же две расы. И это закончилось очень плохо. Да, еще я уже, извините, я вас по именам не запоминаю, но комментатор написал то, что чтобы на вас не нападали расы, то им можно при встрече давать технологию. Две-три технологии им сбрасываете, они к вам дружелюбно относятся. То есть просто дарите им дружелюбно относятся и не нападают. Да, это если вы решаете так играть. Но дело в том, что мне так не нравится. Я не хочу им отдавать свою технологию. Сейчас, обойдутся они, по-моему. Так, транспорт, колонисты, товары, товары, колонисты, так, товары, и здесь вот товары и это колонисты. По идее, по идее, да, я всех захватил, хорошо. Пускай, пускай они тогда идут. Так, что у нас здесь еще один маленький транспорт. Пускай, хотя нет, давайте от него откажемся. Пускай они сейчас перестроят, построят вот эти маленькие транспорты, которые здесь строятся. Это, скорее всего, строительные корабли для нашего мостика вот сюда, до Укхеса. Так, хорошо, у нас торговые корабли. Как здесь ходят? Так, это планета. Эта планета уже, по идее, нормально себя чувствует. То есть, у нее один и два населения, что немного, но, но, но. Давайте я тогда ее на мануал поставлю. Так, пока что, пока мы, когда мы ставим на мануал, у меня почему-то баг, то, что не двигаются сразу же вот эти вот бегунки. Давайте поставим на единичку, чтобы было. Так, хорошо. Чтобы более или менее стабильно у нас развивалась планета. И то же самое здесь, а то есть, чтобы у них была еда, по крайней мере. То есть, что пока у них здесь нету зданий и рабочих, они особо не смогут производить ничего. Но, но важно, чтобы они производили себе хотя бы еду, чтобы они не бунтовали. Так, и у них пока что вообще нету рабочих, чтобы это делать. Ну, понятно. Тогда, тогда пускай, пускай делают хоть, хоть что-то. Так, давайте вернемся на Core. И подождем, подождем, пока их загрузят рабочими. Ну, или пока они решат сами. Сами. О, у нас аж транспортные бедные корабли. Без подкосмоса. Видите, как они быстро передвигаются. То есть, бусечка. Притом, у меня сейчас развилась как раз вот эта вот технология для общего бонуса. А нет, это общий бонус по Subspace, а вот это общий бонус просто, просто общий бонус. Так, следующее. Следующее, что мы можем сейчас... О, наши марины прилетели. И что мы сейчас сделаем? Мы сейчас их посадим на планету. Так, мы не дважды щелкаем на планету. Мы щелкаем один раз, у нас появляется или глазик, или флаг. Нажимаем на флаг, нажимаем на troops, land all. Итак, что у нас? Мы находим странное захоронение и 750 монет там находим. Хорошо, но... Но нам... А, мы... Тут никого... Так, понятно, врагов мы здесь не встретили. Просто 750 монет. Приятно. Не пришлось даже убегать. Интересно. И вот теперь большой вопрос. Стоит мне рисковать сюда лететь или нет? Здесь две планеты. То есть, две планеты это... Здесь могут быть несметные богатства. Которые я... Я хочу. Да, я скажу, я хочу их. Поэтому давайте... Давайте возьмем и отправим их. Отправим их все-таки сюда. И я тогда буду за ними очень-очень хорошо следить. А то есть, все остальные планеты пока что у меня, пускай там тусуются я их... Пускай растут, пускай развиваются. Что-нибудь делают такое корабли. О, знаете, что я забыл? Давайте на паузу. Где мои скауты? Где мои невооруженные скауты? Вулканский скаут. Вот, невооруженный скаут. Где они? Раз, два, три. Ага, вот они все здесь. А то есть, им нужно всем дать опять приказ, чтобы они летели... Так, смотрели, какие планеты где. Так, go exploring. Хорошо, все. Вот теперь. Так, теперь вернемся к нашим маринам, которых мы будем майкроменеджить. Так, сейчас. Они быстренько, за пару лет все-таки долетят до следующей звездной системы. Да, я... Уследил, уследил. Но сейчас у меня не стресс. Я могу сидеть, расслабиться. Налоги, налоги. Просто я сейчас занял много планет, и они ничего не делают. То есть, это много малоразвитых планет, которые глотают налоги очень сильно. Поэтому они пока что ничего мне не отдают. Но нужно подождать чуть-чуть. Скоро, скоро, скоро я стану богатеньким. Так, и вот смотрите, видите? Вот эти вот зеленые товарищи, это ремнанты. И это обычно дроны, и они очень мощные. Поэтому давайте, давайте, подлетайте, подлетайте, товарищи. Тихонько, тихонько. Ня, 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 ня. Так. Трубс. Так, я могу посадить двоих. Опять нашел деньги. Тогда давайте сразу же их всех отправим наверх. А, вот, вот так. Теперь закроем это. Теперь подождем, пока они взлетят. Так они взлетели. И сразу же на следующую планету. То есть, я попытаюсь просто схватить и улететь. Я не знаю, собирается ли разработчик менять это. Но так уж и быть. То есть, пока игра мне позволяет это делать. Нет! Один из маринов решил отдать себя. Или вот почему-то решил не улетать. Может, его не выпускают как-то. Давай, дорогой. Разворачивайся. И прыжок, прыжок. Так, вы, товарищи, что вы скажете мне? Так, я надеюсь, что... Я могу посадить кого-то? Они добрались. Одного могу посадить. А, и здесь вообще ничего нет. Здесь просто... Это специальное здание, очень высокоразвитое, чтобы добывать минералы. А, то есть, чтобы добывать работу. Это выгодно, но если заселять планету. И поэтому давайте я тогда сейчас возьму и полечу куда-нибудь, где все более мирное. Давайте, например, вот сюда вот полечу. Я здесь еще не был никакими скаутами. Пускай они вылетают отсюда туда. Так, давайте, давайте, товарищи. Прыг, прыг! Есть, хорошо. О, и это тоже... А, то есть, у меня все выжили? Ой-ой-ой-ой. Ну, это вообще... Ну, я прямо... Прямо мастер. Так, что у нас теперь? То есть, мы заработали кучу денег? Это хорошо. Это хорошо. А, то есть, если я начну их терять, то я обанкрочусь не слишком быстро. Конечно же, было бы интереснее... О, какая-то новая аномалия. Где он у нас? Ага. Ну, а здесь... А вот что этот кружок обозначает? Восклицательные знаки это ремнанты. А вот что это обозначает? Я, честно говоря, не знаю. А где мои марины? Марины, вот они. Так, давайте. Тогда пускай они сюда летят. Пускай посмотрят, что у нас там. Так, так, так. Хорошо. Что еще, что еще, что еще, что еще? К Укхасу. Ага, хорошо. Они потихоньку строят дорожку к Укхасу. Мы сейчас... Знаете, что сделаем? Мы сейчас построим еще парочку скаутов. Так как у нас здесь потихоньку производство нормально идет. Мы можем... Вулканский скаут один. Давайте построим еще парочку. Когда мы встретимся с другими расами, чтобы они над нами не смеялись. Потому что у нас такой маленький флот. Я, конечно же, понимаю, что огромные корабли это намного интереснее. Но мелкие... Мелочь эта пузатая, она тоже... Она может. Она может даже занять целую звездную систему. Просто потому что они могут прилететь в огромном количестве. И расстрелять большие корабли. Так, 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 так. Давайте я посмотрю еще, что у нас. Мг. Мг. Так, хорошо. Как у нас с наукой дела? Мг. Потихоньку, потихоньку развиваемся. Развиваемся, застраиваемся. Космонавты летят туда. И давайте посмотрим тогда, что у нас на других планетах. Может быть, там можно уже что-то приличнее сделать. Так, у нас как тут с едой? Ага, хорошо. Так, давайте я тогда поставлю на мануальное. Чтобы еда производилась медленнее. Так, импорта не будем ставить. А просто пускай оно будет как... Ну, просто хранить будут еду. Да, потихоньку. Работу экспортировать. Я даже не знаю, стоит ли это делать. Лучше поставить им, пускай производят файтеров. Так, хорошо. То есть у меня две планеты уже более или менее ставшие на ноги. Когда как эта планета, скорее всего, все еще, все еще отстраивается. Да, да, да. Вот имперские офисы. О, они сейчас достроятся. Как раз добавили только что немножко работы. Отлично. Налоги! Будут платить больше. Больше. Правда, здесь никто не живет. Так что... Так что налоги некому... Ух ты! Кулерати. Привет, Кулерати. Шигунат Кулерати. То есть первое, это просто... Они сказали, что... Когда нас злят, то реки текут кровью наших врагов. И потом, ну ты понял? Намек. Да. Помни. Привет, Кулерати. И мы здесь можем сделать несколько вещей. Мы можем им сразу же объявить войну. Что я не буду делать? Мы можем с ними поговорить. И мы можем с ними поторговать. Торговать нам нечем. Я ничего не хочу. Давайте с ними можем поговорить. Мы можем спросить, они на нас обиделись или нет. Обычно нам пишут, что нет, они на нас не обиделись. Потому что, ну, мы с ними еще не виделись. Мы можем поговорить о другой империи. Это у нас, ну, другая империя. Если у нас она есть. Мы можем спросить, что она может рассказать о своих людях. И это мы сделаем. We believe in but one law. The law of nature. Strength and speed will win a battle. But wits will win a war. О, как? Завернул. Yet in all things there must be balance. And the adaptable that survive human. Human. А то есть, это, конечно же, силой мы можем победить. Мы можем выиграть битву. Но только хитростью и смекалкой мы можем выиграть войну. Ну, как хорошо. Хорошо завернулся. Так, что у нас там еще? Ах, да. И обычно у нас есть тупой вопрос, который мы можем задать. И, да. У Кулерати это явно... А как вы вообще меч держите, если у вас большого пальца нету? То есть, ну, просто невозможно ухватиться. Давайте его спросим. Хм, what? What are the thumbs? Some kulerati hold a weapon in each paw, and one in their jaws as well. Pray you never meet our berserkers on the field of battle. Ага, он говорит, что? Что такое? Большое пальто... Зачем он? Потому что у нас бойцы в каждой лапе по мечу и еще в зубах еще один держат. Так что смотри, чтобы ты нам не попался под руку. Все понятно, дорогие kulerati. Давайте тогда посмотрим, где они тусуются и каких они размеров. Ну, они у нас близко. Они у нас близко, и они относительно маленькие. То есть, интересно, как это будет. У них, получается, бул. Тундра средняя. Более или менее планета по силе. Ну, и... Так, а здесь у нас... Здесь у нас тиранская средняя. Ага, понятно. Тут ничего такого особенного нету. Хм... И... Да, да, да. То есть, у kulerati есть особенность в том, что они не врут. То есть, они не врут, они такие правдивые. Так, еще какая-то планета как раз. Как-то мы у нас марины. Они еще не долетели. Они... А, вот... Вот пучок марины, в которые летят. Но я думаю, что мы на сегодня закончим. Потому что мы встретились в kulerati. Мы перестроили свой флот. Мы будем достраивать другие корабли. То есть, изменять их. Строить их по-другому. Мы будем развивать свою механику, технику, технологию и все остальное. Но это уже в следующей серии. Я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание. Пожалуйста, пишите замечания. Заметки. Что делать. Как лучше делать. Советы. Я буду пытаться на это ответить. Сказать вам спасибо. Если что-то полезное. Изменить. Если что-то очень-очень мешает. Я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.